Приветствую всех. Я, наверное, этот доклад буду делать на русском языке. Надеюсь, все понимают русский язык. Или есть такие, которые не понимают. Спроси на английском, а я знаю. Окей. У вас есть какие-то люди, которые не понимают русского языка? Некоторые. Да. Фактически мы сегодня поговорим о неких базовых вещах, которые касаются data science, которые касаются инфраструктуры для обучения моделей. И посмотрим, что есть в этом направлении для скалы языка. Два слова обо мне. Я основатель компании FlyElephant. Также преподаю в Одесском политехническом университете и организовываю разные конференции в Одессе. Мы фактически в компании занимаемся тем, что автоматизируем процессы, помогающие дата-сайтистам и инженерам выполнять свою работу достаточно быстро. Соответственно отсюда я постараюсь поделиться своим опытом и теми знаниями, которые у меня и команды есть. Я совсем не скалы-разработчик, но я думаю это не помешает вам получить какую-то интересную информацию полезную. Поговорим сначала о дата-сайне, что такое, какие процессы есть. Поговорим про вычислительные ресурсы, поговорим про контейнера, которые помогают сегодня работать и ускорять процессы. И поговорим про некие библиотеки, в частности, что к стандартным библиотекам есть интересного. Что такое дата-сайенс? Наверное все знают, это объединение фактически трех направлений. Компьютер-сайенс, математики и доменной области. Фактически к любой на сегодняшний день доменной области можно применить анализ данных. И, наверное, чаще всего на сегодняшний день применяется в медицине. Второе место финансовый сектор. Ну и дальше уже можно смотреть. Статистика анализа использования языков, к сожалению, не в пользу скалы. Но за последний год, ребята, допустим, это опрос среди дата-сайентистов на одном из популярных ресурсов, специализированных. Там ссылочка внизу есть, если кому будет интересно посмотреть детали. Скалы за последний год увеличили количество использований на 79%. Соответственно, наверное, это самый активный рост, начало использования этого языка для дата-сайенс. Что есть хорошо? Сам процесс работы дата-сайентиста, он такой же самый, как стандартного академического ученого. Часто ставится задача, нужно ее решить, делается ресерч, выдвигается какая-то гипотеза, делается эксперимент, получаем результаты, анализируем их и дальше так до какого-то финального результата доводим. И как раз этот цикл – это основная работа, над которой работает дата-сайентист и ее желательно как-то автоматизировать. Также можно посмотреть на процесс, как это все работает фактически в продакшене. У нас есть три основные части создания моделей, их тренировка, проверка и дальше деплоин. Для каждой из этих частей приходится работать с разными библиотеками, приходится работать с разными ресурсами и фактически здесь нам нужны учительные ресурсы, нам нужны библиотеки разные и желательно максимально автоматизировать, чтобы не тратить на рутинную работу время. Какие на следующий день используются ресурсы? Чаще всего это персональный компьютер самого дата-сайентиста. Когда его не хватает, мы используем облака, в облаках мы строим что-то помощнее. Сейчас пришло использование суперкомпьютеров в эту область за счет того, что обучение некоторых моделей требует больших мощностей. Но кроме того, что мы можем использовать суперкомпьютеры, у нас есть еще другие девайсы, которые помогают нам в работе. Все знают про GPU, мало кто знает про Xeon Phi. Кто знает, что такое Xeon Phi? О, два человека знают. Фактически это то же самое, что GPU. Только X86 архитектуры. Это много маленьких процессоров. Раньше это был сопроцессор формата карточки. Сейчас это камень, который ставится на сокет. И, соответственно, на основном сокете мы получаем на следующий день порядка 3 терафлопов производительной мощности. Что очень хорошо и мощно. Другая проблема, то что не сильно много есть популярных библиотектов. И вот это железо, но Intel сейчас активно работает в этом направлении. И новый игрок в железе FPGA. Кто знает, что такое FPGA? Ну, слава богу, пара человек и знает. Фактически это процессор, который можно допрограммировать под свой алгоритм. И тем самым получить максимальную оптимизацию и производительность. Intel также работает в направлении. И в Xeon Phi в следующем или через одно поколение появится возможность, что вот этот камушек, который стоит на сокете, его оптимизировать можно и дописывать под свой алгоритм. Соответственно, мы получаем классную производительность. Но, к сожалению, пока что мало кто умеет качественно это делать. Поэтому есть куда смотреть. И такого уровня специалисты точно будет полезно. Помогает NVIDIA использовать свое железо, оптимизируя достаточно большое количество библиотеки. Слава богу, здесь есть одна библиотечка Deep Learning 4J, которая поддерживает Scala и Java. И, соответственно, можно ее использовать и на NVIDIA GPU строить свои решения. У Intel библиотек совсем очень мало. Но две библиотеки, KLM и недавняя библиотека по анализу данных, поддерживает Java. Пока что только Java. Соответственно, можно ее использовать, соответственно, чтобы писать алгоритмы. Есть еще один нюанс относительно просчетов на GPU. И их стоимости. Фактически, если посмотреть на современные GPU, на последние модели, то у нас есть P100, Titan и 1080. Это последние модели построены на ядре по стали. Мы можем видеть, что, когда делается расчет с двойной точностью, у них у всех плюс-минус одинаковая производительность. Но если мы делаем расчеты с одинаковой точностью, то производительность, соответственно, дешевых моделей, 1080 и Титана очень маленькая по сравнению с K80 прошлого поколения и P100 нового поколения. Для большинства задач как раз двойной точности с головой хватает. И, соответственно, нам не нужно платить больше денег. 1080 Титаны стоят в районе 1000 долларов, а K80 P100 стоят больше 5-7 тысяч. Соответственно, NVIDIA это видит. И на последней конференции спрашивали их, что вы думаете по этому поводу, и не ждать ли нам случайно, что вы прикроете эту лавочку, возможность использования дешевых моделей. Пока никакого точного ответа нету, но, возможно, что в ней придумают. Публичные клауды. Соответственно, мы в клаудах можем брать себе нужное количество ресурсов. И все хорошо, но там очень редко бывает последнее железо. Слава Богу, сейчас в гонке получения дата-сайентистов и вообще компаний, которые занимаются анализом данных, облака начали очень активно обновлять свое железо. И фактически на следующий день у Google и IBM есть последние GPU-карточки по сотой модели. Amazon и Azure пока что себе такие не поставил, но зато Amazon взял и поставил FPGA себе. И если говорить про использование суперкомпьютеров и кластеров, то здесь достаточно интересно все и связано с тем, что здесь есть определенные нюансы, определенный софт, который обеспечивает работу таких систем. Во-первых, это InfiniBand и необходимость для эффективной работы с кластером его использования. И очень часто сам суперкомпьютер, сам кластер такой управляется специальным софтом, например, тем же самым слабом. Соответственно, вы к нему отправляете сдачу, и дальше он отвечает за то, что ее выполнить. Ну и по этому делу, там есть разные библиотеки а-ля опытные API, и, соответственно, используя их, вы можете добиться эффективности. В компаниях в целом суперкомпьютер такая штука. На сегодняшний день самый крупный суперкомпьютер содержит 10 миллионов ядер, такая немаленькая машинка, но компании начали такие кластера строить в клауде. В итоге мы получаем систему, что в компаниях есть локальный кластер, есть кластер, который в облаке работает, и этим нужно как-то это эффективно использовать, и, соответственно, нам нужна какая-то автоматизация процессов и развертывание по структур. Здесь как раз помогают нам контейнеры. Чаще всего используется бэкет. Кто про него не слышал? Все слышали. Поэтому следующие пару слайдов, пробежимся быстро. В принципе, контейнеры начались еще достаточно давно, но, грубо говоря, выстрелили несколько лет назад, когда докер получил свою известность. Основное отличие от виртуальных машин заключается в том, что мы не тянем за собой хост-систему, мы только тянем за собой в контейнере необходимые нам библиотеки. Собирать контейнеры достаточно просто, и билдить их тоже достаточно просто. Если не хочется собирать какой-то контейнер, то, в принципе, с нужным софтом можно найти его в Docker Hub, в котором очень много уже готовых контейнеров. Команды работы с контейнером достаточно простые, и автоматизировать запуск N каких-то контейнеров, чтобы произвелось обучение модели тоже достаточно просто. Плюс есть Docker-машина, которая позволяет в одну команду развернуть виртуальную машину с контейнером на почти любом облаке, и, соответственно, работать очень быстро и легко. Но по большей части контейнеры построены для того, чтобы развертывать и поддерживать микросервисную архитектуру, но они не сильно хороши для различного рода вычислений, особенно если нам нужно использовать их на суперкомпьютерах. Поэтому на следующий день существует несколько аналогов Docker, которые направлены на то, чтобы максимально обеспечить поддержку всех технологий, которые есть на кластерах, связанных с вычислениями. Во-первых, поддержка GPU, InfiniBand, MPI и других специфических вещей. И здесь ребята в Бергле придумали такую штуку как Singularity. это некий аналог Docker, который фактически позволяет работать на разных архитектурах x86, ARM и так далее. Поддерживает InfiniBand, GPU, разные файловые системы и это все с коробки. Поддерживает работу с Docker. Соответственно можно Docker-контейнеры запускать. И они с прошлого года только первый релиз сделали и очень активно развиваются. Воркфлоу такой же как и у Docker. Мы создаем контейнер, мы добавляем в него нужные библиотеки, нужный софт. Поповываем все и дальше работаем. Команды тоже очень простые. Также ребята создали Singularity Hub, аналог Docker Hub. Соответственно, те контейнеры, которые разрабатываются для Singularity, создаются, добавляются в это хранилище, можно их также использовать как с Docker Hub. Плюс они сразу подумали про Continuous Integration, так как фактически в науке очень необходима возможность повторить расчеты на любом железе. Соответственно, как раз сделали все, чтобы можно было достаточно просто контейнер-интегрейшн построить и проводить расчеты. На следующий день уже Singularity используется на достаточно большом количестве суперкомпьютеров, но здесь самое главное то, что вот этот список компаний немаленьких взяли этот продукт и начали его достаточно активно пилить и разрабатывать. Поэтому он очень хороший в направлении, если вы занимаетесь Data Science, посмотрите на него. Мы делали вебинар, если кому-то будет интересно, можно будет потом по ссылке пойти и послушать вебинар непосредственно детально об этом софте от создателей. Ссылка, можно переходить. Теперь немножко про библиотеки, которые помогают и что есть интересного в направлении как раз со скалой. Уже вчера на первом докладе, если не ошибаюсь, упоминался юпитер ноутбук, но, наверное, никто не слышал про юпитер лап. Кто-то слышал про такую штуку? Это, скажем так, новая версия юпитер ноутбука, которая представляет фактически полноценную MPE-шку. Здесь, конечно, плохо видно, но прямо в одном окне можно редактировать и работать с разными записными книжками, сразу видеть консоль и все это достаточно хорошо и удобно работает. Пока что это в альфа-версии, но попробовать поиграться тоже можно, очень хороший инструмент. Spark, Hadoop даже рассказывать особо не буду, потому что тоже были доклады по введению в них. Но хочется рассказать про одно решение, которое как раз позволяет оптимизировать работу этих двух инструментов. на кластерах с использованием InfiniBand. Ребята в Agai делают сборку Spark, Hadoop, HBase, который оптимизирован под InfiniBand и, соответственно, получают гораздо большую производительность за счет того, что скорость обмена данными между узлами гораздо больше. Соответственно, если вы строите локальный кластер вычислительный, Spark, допустим, можете посмотреть на такую штуку, если вам не будет хватать производительности, то можно с помощью этих библиотек улучшить ее. Ребята в Databricks придумали хороший способ, как использовать Spark для автоматизации тренинга моделей. Фактически модели пишут на Python с помощью TensorFlow и обучают их в Spark-кластере автоматически и тем самым ускоряют время выбора нужных качественных моделей. Фактически на скале с помощью Spark пишется вязка, которая запускает, анализирует результат и выдает, какая модель лучше. Deep Learning for Java, здесь, наверное, особо ничего говорить не буду. Это, наверное, одна из единственных библиотек в скале, которая на следующий день поддерживает, которая обеспечивает и делает возможность делать какие-то аналитику данных с помощью скалы. Недавно нашел такую штуку, что парень решил запускать и дать возможность использовать TensorFlow с помощью скалы. Фактически он, используя JEP, переписал и дописал функции TensorFlow и NumPy, фактически самых популярных библиотек для Deep Learning, Machine Learning, и тем самым дал возможность использовать их. Но фактически он закоммитил это три месяца назад. После этого там особо никаких коммитов не было. И там оно через задницу сделано. Да. Я пытался запустить эту штуку. Я говорил с тем, кто написал на спозу пипу, которая вызывает Python, с факта N и Талиба, она не опубликована даже ни в Maven, ни на Bintray. Я, честно, хотел сделать демку обучения, но у меня оно так и не взлетело, поэтому, к сожалению. Из нескольких конференций, которые, если вам интересно это направление, мы вот здесь и делаем конференцию по Data Science в мае, а на конференциях по суперкомпьютерам во Франкфурте и в этом году в Денвере, наверное, очередной раз будут показывать разные новинки, связанные с анализом данных и с суперкомпьютерным миром, потому что фактически в последнее время эти два направления очень сильно пересекаются. И если вы хотите видеть и знать последние тренды, последние разработки, вот советую на эти две конференции в Германии и в Штатах по возможности съездить там. Действительно интересно. Или просто посмотреть на материалы этих конференций. На этом, наверное, все. Большое спасибо. Буду рад ответить на вопросы. Скажите, пожалуйста, вы на украинском рынке работаете? Не совсем, нет. Не совсем, да. Хотел спросить, что наиболее популярно у нас из перечисленных сервисов, что используют в реале? Каких именно? Ну вот, в том числе облачных, в том числе каких-то суперкомпьютеров или в библиотеках разработанных под это? Ну, фактически у нас можно делать такой срез, что то же самое, что и на зарубеж. Просто-напросто достаточно большое количество аутсорсинговых компаний пилит все на запад, и если смотреть то, что делается на западе, можно просто посмотреть, что делается у нас. у меня был срез по языкам, это вот это вот фактически СНГшная ситуация, вот это международная ситуация. То есть она достаточно коррелирует, отличия достаточно минимальные, соответственно можно понять, что то же самое Python или R это основные языки, допустим, для Machine Learning, для Deep Learning, для Data Science. Если говорить про библиотеки, то для Deep Learning самое популярное это TensorFlow. Если говорить про использование больших данных, то основная экосистема на продакшене это Hadoop и Spark. Так или иначе, если про продакшен, то да, очень часто Hadoop и Spark. Про клауды, я скажу так, что большие компании не сильно доверяют им. Вся инфраструктура строится локально и действительно большую обработку дешевле делать на своем железе. На клауде можно делать какие-то обучения моделей или какой-то экстра вычисленный ресурс получать. Фактически на 6 дней максимум 3-5% компаний используют клауд. По поводу Singularity, там какие-то требования к Kernel Linux есть? Они более жесткие или менее жесткие, чем у Docker? Мы его разворачивались спокойно на последних версиях. Проблема тут несколько другая. Проблема в том, что зачастую есть вычислительные ресурсы, которые ты шаришь с другими лабораториями, организациями, и там они лентяи зачастую ленятся обновлять хост-систему, и там Linux на старом Kernel. И мы просто не можем запускать на их железе Docker, потому что Docker только на... И они не готовы переставить kernel или дистрибутив по какой-то причине. Ну, я посмотрю, отвечу позже. Так мне тяжело сказать. Я не сильно знаю. Тоже, на самом деле, вы Singularity чуть-чуть больше. Я знаю, что там есть вебинар у вас, но хотелось, на самом деле, чуть-чуть поподробнее. Потому что я видел, что там саппорты, да, как вот таблица, там все есть, все прекрасно, все круто. Docker, конечно, жестокое вот обращение к хост-машине, да, безумное. Я так понимаю, что там вот то, что я увидел, там вроде как Singularity лучше в этом плане. Вот что-нибудь вот в таком плане, чтобы можно было очень легко между контейнерами и в том числе с хост-машиной что-нибудь перебрасывать. Ну, фактически, основная задача, почему создавали Singularity, заключается в том, что в Docker страдает безопасность. Соответственно, основная задача была эту проблему решить. Плюс проблема была в том, что не поддерживается непосредственно GPU и другие технологии, которые есть на суперкомпьютерах. И это не решили. Относительно того, что обмен данными между контейнерами, фактически, на суперкомпьютере очень часто запускаются контейнеры с помощью слава, и дальше они внутри обмениваются информацией через MPI или что-то подобное. Соответственно, так как есть поддержка, то обмен данными между контейнерами сделан из коробки. И так фактически нужно... То есть фактически контейнеры запускаются распараллельно, и между собой так и иначе обменяется информация. Поэтому обмен информацией между контейнерами там хороший. Ну, если нет вопросов, спасибо за внимание. Эта конференция была очень хорошая. Я был в последний год в этой конференции, и в этом году это лучше, потому что больше интернациональных слушателей вы имеете в виду, это более хорошая коммуниция, и вырастает стабильность. Я люблю в этой конференции. Я люблю в этой конференции. Я люблю в этой конференции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова